МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава округа наградил победителей чемпионата молодые профессионалы и волонтеров, оказавших помощь населению в подключении цифрового ТВ. Наши корреспонденты окунулись в гущу праздничных событий и делятся с вами своими впечатлениями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День России. Праздник со сравнительно недавней историей. Однако на нем уже успело вырасти целое поколение. Этот день особенно полюбился жителям нашей страны. Россияне любят отмечать его на свежем воздухе. Именно поэтому в Люберцах центральная площадка развернулась на Наташинских прудах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А как можно маму за что любить? Так и страну так же. Просто. Потому что я здесь родилась, выросла, здесь мои дети живут. Поэтому я ее и люблю. Очень важно. Суверенитет. То, что мы, скажем, как страна, сохраняемся, как нация, так как то, что есть исторические корни у нас, то, что можно передать по наследству. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ленточка с триколором – главный аксессуар этого дня. В Наташинском парке его можно сделать своими руками. Организаторы подготовили специальный мастер-класс. Вместе целая страна, вместе дружная семья, Свою и сто тысяч я. Я, ты, он, она. Вместе целая страна, вместе дружная семья, Свою и сто тысяч я. У нас праздник большой. День России. Россия – это тысячелетняя история. Да, праздник молодой, но России тысячу лет. И за эту тысячу лет россияне прошли славный путь. Были разные страницы в нашей истории. Поэтому, друзья мои, с праздником всем мира. И помним, что Россия – это наша родина, это наш Люберенский любимый край. Это все мы. Россия – это мы. С праздником! Мы все-таки русские, как говорится, нам надо жить именно как в России. В других странах мы особо не нужны. Поэтому считаю, что для русских лучше всего жить в России. Своя страна, своя как-то вера. Сегодня юные граждане России получат свой первый главный в жизни документ – паспорт. Праздник в Люберцах собрал как гостей, так и местных жителей. Здесь представители предприятий и, конечно же, студенты. Вот здесь с нами Люберецкий гагаринский техникум. Расскажите, как ваши впечатления, что такое День России для вас? Здравствуйте. Я хочу сказать, что я очень благодарен голове городского округа Люберца за организованное мероприятие. Потому что этот праздник позволяет нам всем вспомнить то, что кем бы мы ни были, мы все равны, то, что мы все едины. Это, безусловно, поднимает наш патриотический дух. И то, что этот праздник нужно отмечать большим размахом, чтобы мы могли помнить то, что Россия – это многонациональная держава, которая в случае каких-либо обстоятельств может объединиться перед любой угрозой, и нам не будет страшно ничего. Истории продолжателей. Мы едины. И в том наша сила. Да, Гагарин, прославим Россию. Наш Люберецкий край, вперед шагая, Живи и просветай, земля родная. Едины мы с тобой, живем одной сегодня. Наш Люберецкий край, ты край родной. Испорткомитет проводит спортивную эстафету «Папа, мама, я. Спортивная семья». Основная цель данной эстафеты – это сплотить семью, чтобы она показала свой семейный дух. В рамках этой эстафеты предусмотрены различные испытания, которые проходят каждый из участников этой эстафеты. Поучаствовать мы и ради детей. Они такой сильный толчок дают при наших габаритах. Согласитесь, не будем говорить об остальном. Тяжело было, но мы справились. Самое сложное было. Поднять ее. Портреты, пейзажи, зарисовки из жизни. Такие работы на Люберецком фестивале фотографии представили 22 фотохудожника. Из 150 работ в Наташинском парке получилась импровизированная выставка. И мы с тобой живем одно сегодня, ждем в немецкий край. Фотографии были предложены любые. Потому что есть фотографы, которые занимаются отдельными направлениями съемки. Мы не хотели ограничивать их и загонять в какие-то рамки. Поэтому мы предоставили свободу творчества. Скорее то, что они хотят показать, что они считают достойным показать из своего творчества, они представили здесь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В День России жители Октябрьского собрались на стадионе Болятина. Здесь с одной стороны футбольный матч, с другой – состязание по масс-рестлингу. И повсюду развлечение для детей, концертная программа для всех гостей. Все способствовало праздничному настроению. Как День России отмечали в Октябрьском, смотрите в сюжете. Максиму Погибко 17 лет. Восемь из них он занимается у Вячеслава Данилина в футбольном клубе «Болятина». Получил награды за первые места по Люберецкому округу и Московской области. Я здесь сегодня, потому что я играю в футбол уже с малых лет, наверное, с первого класса. И по традиции мы каждый год собираемся 12 июня. Вячеслав Данилин тренирует подростков 13 и 16 лет. Это сложный возраст, и к ребятам нужен особый подход, но результаты радуют. И нам приятно, что наши ребятки растут, участвуя сначала в городском поселении, а потом переходят в Москву. У Болятина богатая история. Он был основан в послевоенные годы. Сначала трудовые коллективы, рабочие текстильные фабрики проводили здесь свой досуг. Так появились команды, которые стали представлять Люберцы в спортивных соревнованиях. Какое будущее ждет стадион Болятина, и его игроков покажет время. А в День России им пожелали хорошего настроения и удачи на поле. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин